Сегодня у нас в гостях 1С клуб программистов, а именно руководитель 1С клуба программистов для школьников Светлана Кондратенкова. В каждом поколении есть свой набор профессий, обучившись, на которые вы будете востребованы. Какие направления будут востребованы в программировании через 10-15 лет? И какие бонусы, преимущества получают те, кто обучится на эти направления? На сегодняшний день в нашей стране получилась большая нехватка технических специалистов. К ним относятся также и Т-специалисты. Наверное, ни для кого не секрет, что компьютеры сейчас у нас повсюду. И дома стоят, и в магазинах, и в поликлиниках. Без компьютера никуда. Это хорошо, когда компьютер работает без сбоев. А если произошла какая-то поломка, проблема, то есть компьютер зависает, включается, не выключается. Нет, конечно, можно попытаться разобраться самому, так как в интернете очень много информации. Но тут получается, как один источник информации иногда противоречит другому источнику информации. И что делать? Мы все время задаемся вопросом, как? Что делать? А учиться на собственных ошибках, это можно окончательно вывести компьютер из строя. И поэтому мы понимаем, что нам обратиться действительно некому, так как специалистов у нас нет. И я считаю также, что это очень большая глобальная проблема в нашем 21 меке. Поэтому наши курсы всегда, я думаю, будут востребованы и через 10 лет, и через 15 лет. Но по поводу направления программирования, которые будут востребованы именно через 10-15 лет, я думаю, делать какие-то прогнозы, это неблагодарное дело, так как сама отрасль не стоит на месте и все время динамически развивается. Но если вы занимаетесь программированием или обслуживанием компьютеров и программным обеспечением, значит, вы держите руку на пульсе и всегда будете востребованы. А как пришла идея создать 1С-клуб программистов для школьников, как он изначально назывался? Какую основную миссию он несет на сегодняшний день? Ну, заканчивая школу, детям приходится делать всегда выбор, кем они хотят стать, как они будут, кем они будут. Для меня, например, в первую очередь, и самое главное, я думаю, для всех родителей, что работа должна нравиться человеку. То есть он выучился, ходит на работу, ему эта работа, допустим, нравится, значит, будут результаты. Если он выучился, ходит на работу, ему это не нужно, ему это неинтересно, он никогда не будет высококлассным специалистом. Поэтому вот у нас в сети 1С-франч, возникла такая идея познакомить заранее школьников с этими специальностями, которые связаны с компьютерами. То есть самое главное, что специалисты ИТ-сферы это самые высокооплачиваемые профессионалы. То есть получается, как, по нашей области они в среднем зарабатывают где-то тысячу рублей в час, обслуживая вот этим программами. Вот так родилась идея создания 1С-клуба программистов. В клубе также дети пробуют свои силы, они получают навыки, которые проверяются уже на турнирах среди 1С-клубов программистов. И может не все дети, которые посещают наши курсы, поступят в технические вузы, но работать за компьютером, обслуживать его они всегда научатся. Какие курсы у вас можно найти? И что полезного подчерпывают ребята на каждом из направлений вашей деятельности? Потому что есть подготовка к ЕГЭ или просто освоение программирования с нуля. Что у вас есть? Ну, в нашем центре школьники могут освоить такие курсы, как системное администрирование. Это обучение, которое дает право заниматься обслуживанием компьютерной техники. Будущая профессия – системный администратор. Ни одна организация не сможет без него справиться, так как от него зависит работа всей локальной сети. Следующий курс – это современная веб-разработка. Будущая профессия – веб-дизайнер. Это специалист, который работает над созданием, разработкой сайтов. Эта профессия чаще всего находит применение в различных рекламных компаниях. Основа робототехники – это будущая профессия инженер-проектировщик роботов. Это профессия будущего, так как развитие роботов происходит постоянно. Основы программирования на языке Java для школьников – это следующий курс. У него тут немножечко посложнее, так как он будущая профессия – разработчик игр. Разработчик игр способен реализовать свой талант в любой ИТ-специальности, поэтому перед ним распахнуты все двери ИТ-сферы. Следующий курс – это подготовка к ЕГЭ по информатике и алгоритмы олимпиадного программирования. На этих курсах ребята смогут повторить все темы школьной программы, которые включены в перечень ЕГЭ, разберут все основные типы задач ЕГЭ, выявят особенности и составят в алгоритмах решения. Даже самые сложные задачи покажутся после прохождения этих курсов вполне решаемые. А для взрослых мы предлагаем пройти курсы двух учета – 1С «Бухгалтерия 8.3» и 1С «Управление торговлей». Знание этих программ нужно бухгалтерам, налоговикам, товароведам и кладовщикам, а популярный информационный продукт постоянно обновляется. Поэтому даже работающим специалистам приходится осваивать новые версии, не говоря уже о предметентах на должность. Ну и главное преимущество наших компьютерных курсов – это получение не обрывочных сведений, а системных знаний и навыков, позволяющих уверенно работать в той или иной программе. Так и большую роль играет преподавательский состав, кто ведет данные курсы. Мы очень скрупулезно относимся к выбору наших преподавателей. В первую очередь это должен быть фанат своего дела, которому должно в первую очередь самому нравиться то, чем он занимается. А в вторую очередь это должен быть человек с большой практической работой в этой отрасли. Не теоретик, который знает теорию, что и как должно работать, а именно практик, у которого большой опыт за плечами, который может на все практикующие вопросы ответить вопросами. То есть знает как, что, зачем, почему, как это все решить и разрешить. Поэтому наши преподаватели в основном работают с системными администраторами, либо программистами, свободные уже от работы время, они занимаются с нашими школьниками, передают свой опыт. То есть это именно не теория, а практика. Да, практика. В какой форме проходят занятия, сколько раз в неделю и как долго длится обучение? Ну у нас модульное идет обучение, в один модуль у нас входит 12 занятий, которые по два академических часа. То есть если в других областях идет один час оплаты, то у нас идет, можно сказать, за два часа. Вот. И раз в неделю они проходят эти курсы, но когда каникулы, мы их проводим чаще. Вы не задаете домашних заданий и не ставите оценок. Тогда что мотивирует ваших учеников выполнять домашние задания? Как контролируется степень освоения информации? Если детям интересно то, что они делают, они это освоят. Например, если ребенку нравится заниматься спортом, значит он регулярно сам посещает спортивные секции. Оценок там ведь тоже не ставят. То есть знания проверяются на уроках в физической культуре, либо на каких-то соревнованиях. Также у нас, то есть мы устраиваем, они также у нас учатся, потом ездят на турниры, на соревнования различные. И также в быту знания сразу видно, сломался компьютер. Вот, допустим, взять курс системное администрирование. Там дети уже самостоятельно, которые даже обучаются, могут сделать очистку реестра и другие какие-нибудь операции для того, чтобы компьютер хорошо работал. Также взять у нас, например, один мальчик из курса веб-разработки, делался для своего папы сайт. Какой самый младший возраст учеников и самых старых и почтителей ваших курсов? Так, мы рекомендуем родителям приводить к нам детей в период за 9 лет, так как это самый перспективный возраст. В это время у ребенка уже формируется учебная мотивация, он уже знает, что он хочет. Активизируется также деятельность тех участков мозга, которые отвечают за логику и способности, как в срокном мышлении. Как происходит ваше неформальное обучение с подопечными во внеурочное время? Неформальное общение у нас заключается в том, что мы ездим на экскурсии даже в такие города, как Москва. То есть недавно мы были в головном офисе Яндекс и также в 1С фирмы, то есть дети изнутри видят, как ведется работа. Также мы ездим на турнир, который проходит в городе Вологда. Там они не только соревнуются между собой регионами, но и также для них составлена экскурсионная культурно интересная программа с различными мероприятиями. Детям очень это нравится, они очень довольны, они очень счастливы, приезжают в восторге, с такими горящими глазками. Также они по любому вопросу, который возникает не только по компьютеру, а так в личной жизни иногда, то они подходят не только к своему преподавателю, но и к нам, сотрудникам, спрашивают, задают вопросы, им интересно. Мы стараемся помочь. В каких регионах России можно найти клуб 1С программистов? Наши филиалы курсов 1С можно найти не только по всей России, но и в Беларуси, Украине, Казахстан, Кыргызстан. География обширна. Что делать, если мы хотим записаться к вам на занятия? Как это сделать? Ну, нужно просто записаться по телефону 96767, либо просто найти нас по адресу город Кинишма, улица Советская, дом 36. Также нас можно найти на сайте, просто набираем в строке какого-нибудь интернет-браузера, обучение Дефис Кинишма.рф, и вы попадаете сразу к нам. И ваше напутствие, почему тем, кто желает связать свое будущее с программированием, непременно стоит посетить клуб 1С программистов? Ну, потому что наши курсы, они не только теоретические знания дают, но и также можно их применять на практике. А уже подкрепленные практикой знания наверняка пригодятся в какой-нибудь другой профессиональной деятельности, либо просто у себя дома, чтобы компьютер всегда работал без сбоев. Ну, а также документ, выданный нашим центром, станет полезным при поступлении в технический вуз или на работу. Спасибо, Светлана. Сегодня у нас в гостях был 1С-клуб программистов, а именно руководитель 1С-клуба программистов для школьников Светлана Кондратенкова. Набирайтесь опыта, если вы хотите связать свое будущее с программированием, вы знаете, куда идти. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»